Друзья, всем привет! Меня зовут Катя Вик и сегодня я снимаю видео о том, что же находится в моей сумочке. Давайте начнем. Мою сумку вы видели уже много раз. Это сумочка Фурла, черного цвета. И на данный момент это моя самая любимая сумка. Несмотря на то, что она небольшого размера, в нее помещается очень много всего. И сейчас вы в этом убедитесь. Сумка имеет две ручки. Одну маленькую, которая не отстегивается, и большую, которую можно отстегнуть. Но я ее никогда не отстегиваю, потому что я люблю, чтобы руки у меня были свободные, и поэтому чаще всего эту сумку ношу через плечо. Давайте я вам более детально покажу сумочку. Вот ремешочек, который не отстегивается, и большой ремешок, который отстегивается. Его можно регулировать по длине. Также тут идет ключик, который убирается в такой футлярчик. Этим ключиком я иногда пользуюсь, потому что если еду в общественном транспорте, чтобы сумка случайно не расстегнулась. Сумочка внутри выглядит вот так. Тут три отделения. Маленькое, основное отделение, и еще одно маленькое. И внутри есть кармашек на молнии. И там написано «Фурла». Сумка очень вместительная. Сзади у нее нет никаких кармашков. Просто... В общем, ей очень довольна. В большом отделении у меня лежит, конечно же, кошелек. У меня кошелек от Michael Kors. На самом деле это не кошелек, это ключница, но я ее приспособила как кошелек, потому что она маленькая, и большому кошельку просто не место в моей сумке, потому что я ношу в сумочке очень много всего. Кошелечек этот удобный. Сюда я кладу карточки, и, конечно же, главное отделение – деньги. Дальше. Селфи-палка. Селфи-палка мне нужна для камеры. Камеру я ношу практически всегда с собой, потому что никогда не знаешь, куда попадешь. Может быть, будет какое-то очень красивое место, и нужно будет это снять. У меня камера Canon G7X PowerShot Mark II. Она с откидным окошком, очень удобно. И я прикручиваю селфи-палку. В моей сумочке обязательно должна быть зарядка, потому что я постоянно пользуюсь телефоном, и он очень быстро разряжается, поэтому у меня идет такой пауэрбанк, и к нему провод. Еще у меня тут лежит какая-то жвачка и санитайзер для рук от Bath & Body Works с ароматом в ваниле. Очень он мне нравится. Еще в главном отделении у меня, оказывается, лежат конфетки. Я только их заметила, я вообще забыла про них. Сейчас вместе с вами как раз разберу свою сумку. Так, с главным отделением это все. Давайте теперь посмотрим, что же лежит у меня в маленьких отсеках. У меня есть и такая небольшая косметичка от Chanel. Мне ее подарили в бутике, когда я что-то там покупала. И в этой косметичке у меня лежит бальзам для губ от Clorance. Очень его люблю. Он сладкий, хорошо влажнее от губы. Еще у меня тут лежит блеск. Вернее, это не блеск, а матовая помада от Wicon Cosmetics. Это самая моя любимая матовая помада. И каждый раз, когда я наношу ее на губы, вы меня спрашиваете, Катя, что же у тебя на губах? 99% это именно эта помада. У нее номер 2816B11. Странное название. И еще у меня тут лежит еще одна матовая помада от NYX. Это более такая бежевая помада. Она в номере SMLC09. Тоже могу ее порекомендовать, если вы ищете себе помаду матовую на каждый день. Много косметики я с собой никогда не ношу, потому что макияж у меня и так хорошо держится в течение дня, а помада может съесться. Или наоборот, помада у меня просто может не быть на губах, когда я выхожу из дома. И, например, к вечеру я понимаю, что мне нужно сделать макияж более яркий, и тогда я использую помады, которые лежат у меня в этой косметичке. Еще у меня лежат пластыри, потому что лето, и летние обуви я очень часто натираю. Еще у меня тут лежат миниатюры духов. Первая от Hermes. И вторая от Chanel, которая Chanel номер 5, обновленный аромат. Кстати, обновленный аромат мне очень понравился. Он такой свежий, легкий, прям девчачий, и идеально подходит на жаркую погоду, потому что он не будет как-то перегружать и надоедать. Так, тут у меня лежит еще одна жвачка. Салфетки чистые, куда же без них. Потом лежат какие-то визитки, которые нужно будет тоже убрать в мой ежедневник, потому что визитки это вещь хорошая, особенно если там написаны какие-то полезные контакты. И я с собой ношу такую маленькую щеточку. Когда у меня были нарощены ресницы, то я постоянно расчесываю ресницы, а сейчас я поправляю иногда себе брови, потому что они у меня достаточно пушистые от природы и имеют свойство на уголочках немножко падать. Поэтому я их часто прочесываю. Так, в маленьком отделении это тоже все. Зацепила волосы. Теперь давайте посмотрим, что у меня в третьем отделении. Тут лежит мой паспорт. Этой обложке уже лет 5. Да, точно, ей 5 лет. Мне сейчас 23, а мне мама подарила эту обложку на 18-летие. На данный момент это все, но очень часто я с собой ношу еще очки. Просто они сегодня не лежат в моей сумочке, поэтому я не показала их вам. И туда еще иногда влезает зонт. Потому что зонт у меня прям супер маленький. Он очень удобный тем, что он маленький. То есть я прям кладу его вот так. Еще очки. Камеру, кошелек. И только представьте, сколько всего помещается в эту маленькую сумочку. Поэтому я думаю, вы поняли, за что я ее так сильно люблю. И главное, она никогда не теряет форму. То есть как я ее не набиваю, что с ней только не делаю, эта сумка всегда выглядит очень презентабельно, очень красиво и стильно. Так что, девчонки, если вы думаете над покупкой сумочки Фурла, берите, просто даже не раздумывая. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так, то не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. И, конечно же, ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Все, всех целую, обнимаю. С вами была Катя Вик. Пока-пока и до скорых встреч.